И мы посмотрим, как все получится у нас. Моя Ремя Морозова и Дальмония. Интересный творческий подход. А мы сейчас вернемся опять к батарейсистам. И это у нас будет следующая участница, Мария Парковская. Я прочитала, Мария, про вас, что вашей главной темой творчества является поиск корней и исконных смыслов в русской литературе. И любовь к традициям. И, наверное, поэтому у вас такой сегодня интересный наряд. Как называется это у вас диадема или что это на голове? А, это кокошник. Расскажите чуть подробнее про это. Меня действительно очень интересуют русские костюмы, элементы русского костюма. И отношение кокошника, оно концентрирует энергию в районе головы. И начинаешь думать больше о высоком, о духовном, тянуться к небу. И лучше получается творить. Я правильно понимаю, что вы еще обучаетесь пока в университете? Или уже закончили все-таки? А, здесь, извините, тут немножко нестыковочка пришла. И вы занимались в школе акварей Сергея Андреяки, а вообще закончили художественную школу имени Серова в Москве. То есть, и вы именно, живопись ваша основная деятельность или нет? Я архитектор. А, вообще вы архитектор. Расскажите, пожалуйста. Основная моя деятельность – это архитектура, проектирование интерьеров, в том числе интерьеров в русском стиле, резной мебели красивой, авторских интерьеров, домов, особняков, общественных знаний. Ну, в том числе, я большое внимание я уделяю творчеству, так же обучению. Спасибо большое. Сейчас вернемся к аппаратическим местам. Я бы хотела представить Ольгу Коломеновскую. Школа как терапевт, глухотерапевт, календарка логических наук. В 2014 году начала заниматься жилописи. В 2019-м участке Блистровка. Ольга, я вижу, что вы выбрали технику флюид-арт. Я тоже очень люблю эту технику. Расскажите, пожалуйста, какая у вас сейчас эта идея, как вы будете работать, какие цвета вы выбрали, почему? Ну, я не буду рассказывать об идее, пока она не воплотится. Восплаб, то могу прокомментировать, если будет запрос такой. Это не чистый флюид-арт, это составная техника, в том числе я работаю на стихийном, и так же, какую бы технику я не выбирала, я все равно заложу туда руками, в работу. Вот уже еще писать не начала толком, а руки уже готовы. Основное, что меня привлекает в жилописи, это возможность открывать часть себя, пропускать, реализовывать другие миры, другие реальности. И их так много, что приходится очень быстро иногда работать, чтобы успевать записывать, нарисовывать идеи. Иногда хочется детально проработать какие-то темы, изучать глубоко, и тогда работаешь с серией. Пока вот вернусь в спонтнот. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дохновелева. Теперь мы возвращаемся опять к патрикистам. Передашь вам Марии. А я бы еще раз... Что, прошу? Еще раз. Я сейчас расскажу немного про Юлию Барт. Это ее творческий псевдоним. Такое фамилию настоящего, если захочет, сама расскажет нам. Не скажу, пускай догадываются. А, не скажет. Отлично. Пускай догадываются. Правильный подход. Вот Юлия закончила художественного фактически факультет Эпид-института, и она куратор проекта «Наследники». Вот что это за проект? Вы нам, пожалуйста, пару слов расскажите о нем. Это проект, который мы начинали год три назад с Алексеем Геляровым. Он в себя включает ряд выставок, которые мы проводили в течение нескольких лет. Первая выставка была на «Беговой». И цель проекта – показать, что дети художников, профессиональных художников, тоже включены в эту творческую деятельность, что они не бросают, не уходят в другую профессию. То есть у нас основная цель была оставить вот этих детей, художников непосредственно в творческой среде. Ну и там у нас было очень много достаточно известных потомков. Плюс у нас этот проект продолжался осенью, это было в сентябре в залах лицея. И я вот надеюсь, что те, кто имеет своих детей, там, родственников и так далее, в художественной среде будут примыкать к нашему проекту. Значит, еще раз проект называется «Наследники». Его можно найти в интернете. Спасибо. Спасибо большое. Интересный очень проект. Но это еще на самом деле не все. Я еще знаю, что вы занимаетесь куклой. Да, куклы занимаются. Пожалуйста, тоже нам. У вас даже есть с собой. Вот давайте я разверну. У меня чистые руки. Давайте. Да, сейчас мы покажем всем участникам. Вот, например, каких кукол делает Юлия Барна. Это такая юмористическая кукла. Кукла юмористическая. Очень. С чертами. Сейчас я вам придам микрофон. Вы скажете, да, что вы хотели этой куклы сказать. Ну, как мне сказал Угайне, что это, скорее всего, человек, который работал в свое время бухгалтером. Собственно говоря, когда на него смотришь, это же я повторяю. Ну, это, так сказать, образ ангела. То есть он у нас, как бы, бесполый. Ну, который выражает определенную, так сказать, вот, идею. Можно такие, как бы, делать с любыми портретами. Свойслим и дарить своим знакомым, друзьям. А у вас, получается, портреты, как вот, ну, вы делаете скульптурные прям, можете тоже лица лепиться? То есть, как-то, ну, это именно по сходству, да, портретное? Да, да. Здорово, здорово, спасибо. Так, и сейчас у нас еще остались участники, про которых мы не рассказывали в группе абстракционистов. Татьяна Попова, скажите, пожалуйста, пару слов о семье. Пожалуйста. Я вот сейчас очень заинтересовалась квантово-волновым дуализмом. Знаете, что это? Кто знает? Расскажите. Ну, мы, например, вот, вы как считаете, вы вот частица или волна, вот из чего вы состоите? Я думаю, что все-таки я частица. Ну, вот смотрите, правильно. Ну, все мы и вещи состоят из частиц. Но, вот я к вам покажу, и мы, между нами есть, ну, взаимодействие, именно волновое, то есть мы не касаемся друг друга. И таким образом мы можем, вот, и в прошлое, то есть чисто, как бы, все есть в нас, и все есть во мне. И пространство, и частицы. И вот это я хочу передать на своей картине. То есть и Боярина Морозова, она есть и там, но она есть и у нас. То есть распул есть везде. Вот так. Здорово. Очень интересно. В общем, очень интересно посмотреть, вот, каком-то результаты. Почистаем. Вот, вы прямо в предвкушении. И что, главное, что это очень интересно. У нас осталось еще много участников-портретистов. Преддаю слово Марине. Ну, а участники еще оставшиеся очень скромничают. И мне с трудом придется поговорить хотя бы на пару вопросов ответить. Например, это у нас Олига Петрова. Она художник-реставратор, но при этом любит и живописи, портреты. Ольга, расскажите, что вас привело на паттл к нам прям буквально пару слов. Почему вам захотелось поучаствовать? А то я привела ГНР, за что ей большое спасибо. А захотелось почему? Потому что люблю писать портреты. Отлично. Ну, вот видите, как здорово, когда есть ГНР, которая привела много хороших участников нам на портреты. Активная группа получилась. Вот. И еще одна участница. Еще одна участница у нас осталась, Алла Тобольцева. Сейчас мы еще поговорим о том, что с ней. Алла, давайте с вами познакомимся. Расскажите о себе. Я в Тобольцева вообще не такой. У меня отец художник, я всю жизнь мечтала выучиться. И вот я в прошлом году получила диплом с Уриковского института. Вот. Сейчас пишу портреты. Спасибо. Успехов. Мне интересно, где члены нашего жюри. Могут ли они к нам сюда подойти. Они, видимо, временно решили не мешать участникам своим присутствием, чтобы они не нервничали. Жюри пока нет. Но сейчас жюри к нам вернется. И мы еще поговорим немножечко с ними. Спасибо. Ну, пока мы ждем жюри. Мы еще немножечко хотим вам с Саней рассказать про саму картину Сурикова по Ярине Морозова. Василий Иванович Суриков родился в Сибири, в Красноярске. Там он вырос, и история старообрядцев, конечно же, не могла не повлиять на его творчество. Боярином Морозовым – это история старообрядчества. И Василий Иванович вспоминал, что ключ к образу главной героини дала увидели однажды ворону с шторным крылом, которое ввелся с ним. Образ по Ярине срисовал старообрядки, в которую художник встретил с урагожского кладбика. Не мешайте. На портретный пункт был написан всего за два часа. До этого художник долго не мог найти в шоке шелеснок, бескровное, фанатичное, соответствующее знаменитому описанию Абакома. Персерок твоих тонкокосных, бочек твоей не носит, кидающий ты на врагов, а телес. В истории искусства бытует предание, что первоначально Суриков начал писать Боярину Морозову на холсте меньшего размера, но почувствовал, что не в состоянии вместить на него во всех задуманных персонажей сделал снизу надшистку, где изобразил расстояние от края картины до розвольной. Вот эта вот часть, на которой мы видим внизу. И только после этого сани визуально поехали. То есть стало ясно, как тяжело этим саням пробиваться сквозь толку. На самом деле реставраторы и музейные сотрудники эту легенду не подтверждают. По другой версии статичность полотна исчезла, появилось ощущение движения после того, как художник догадался нарисовать вот этого вот мальчика бегущего. Тем самым появилось движение динамика. Я желаю участникам вдохновения. И я думаю, что уже очень скоро мы увидим настоящие шедевры. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...